Здравствуйте, друзья! Живу в Тибири, в Хакасии. Теплица помаленьку пустеет, но томаты еще есть. И сегодня я вам покажу три томата черри, которые есть в моей коллекции в этом сезоне. Вот перед вами черри лазурная амброзия. Вот так она выглядит. Темновато сейчас у нас пасмурно, слышите, идет дождик. Да, это еще и утро. Но я думаю, что вам будет видно. Вела ее в три стебля, потом эти стебли раздваивались, и уже у меня получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, наверное, стеблей. Понизу ничего нет, потому что все-таки 12 сентября, и мы уже все их там снизу обобрали. Ну, покажу, как они выглядят дальше. Они урожайные, им не мешает, что я во столько много стеблей вела. Хотя рекомендуют в три этот томат. Среднеспелый, индетерминантный, то есть высокорослый. Пишут метр шестьдесят. У меня, посмотрите, он ушел там все два метра, наверное, и больше. И вяжет везде. В этом сезоне томаты очень поздно стали вязать. Томаты долго очень сидели, раскачивались. Но в итоге вот там еще, я вам покажу, это у меня всего один кустик, и столько вот томатиков везде. Висят прямо как гроздья винограда. Вот. И здесь, и там, и сям, и везде они есть. Правда, они зеленые, спелые они все. Меньше спелых, наверное, а может в половину, не знаю, не считала. Но вот так она выглядит. Томаты до двадцати пяти грамм. Пишут прямо до 50 грамм, 60. Нет, у меня таких нету. Но двадцать пять грамм точно есть. Вот. Такие томатики. В кисте их порядком, чтоб по восемь-десять. Вот. Такие они. Вкусные. Вкусные. С антоцианом. У них плечики, вот, когда они на свету, у них плечики окрашиваются вот в такой... Ну, как с напылением таким голубым. Вот такие вот они. Замечательные. Очень вкусные. Очень вкусные. Этот сорт растет в старой теплице. В стеклянной. В новой же теплице у меня растут два черри. Это мини-гольд. Сейчас я вам его покажу. Вот такой он мини-гольд. Один кустик. Ну, томатов много. Понизу тоже собирали и кушали. Такие кисти у них красивые. Ну, мини-гольд это маленькое золото в переводе. Вот такие вот они красавицы. Ну, много-много томатов. Много там и сям. И еще растут, и растут, и растут. И, по-моему, сколько хочешь будут они расти. Вон там даже маленькие еще томатики. Мини-гольд это индетерминантное растение. Индетерминантный сорт. И его не обязательно формировать. Он не требует формировки. Растет и растет и растет. И плодит вам томаты. Так, он у нас раннеспелый сорт. 50-60 сантиметров в высоту. У меня, наверное, высоту полтора метра. Ну, у меня все растет всегда высоко. Вот так. А вообще он, если вы посадите на улицу, он у вас будет полметра всего в высоту. В описании пишут, что он ранний. Ну, вот видите, какой у меня ранний. Что к середине сентября еще даже не поспел. Но это не говорит о том, что он не ранний. Просто лето такое. И кто со мной на канале изначально видел, что вот эта сторона у меня совершенно не росла. Вот было, хоть выбрасывай. Хоть выбрасывай. И вот теперь-то они, конечно, плодят, но не столько, сколько хотелось бы. Ну, я довольна даже и тем, что наросло. Поэтому он ранний, но у меня он получился поздний. Вот такое, возможно, лето, а, возможно, агротехника моя. Теплица новая, что-то ей не хватило. Томатики весом от 15 до 25 граммов. А это черри. Монпансье. Веерная кисть. Такие вот кисти большие. Представляете, пишут там по 500-300 томатов в кисти. Ну, нет, конечно. Столько у меня нету. Но цвета много. Если бы, наверное, завязался весь, то и было бы столько. Томатики здесь мелкие от 15... 12-15 граммов. Вот такие вот меленькие. Ну, очень вкусные. В кисти много, как я еще раз сказала, кисти веерные. И тоже он ранний. Так, полудетерминатный. 160 сантиметров в высоту. Вела его в 4 ствола. Я думаю, хоть и пишут там в 2 ствола везти в 3. Но все черри... Лучше им давать побольше стеблей, стволов. И будет урожай лучше. Ну, тоже, видите, не весь поспел. Хотя время уже много. По этой же причине, друзья. По этой же причине. Но зато я вижу его потенциал. Вижу его урожай. И меня уже это радует. Потому что раньше вообще тоже хотела просто убирать. А теперь посмотрите, сколько там кистей, которые цветут, но просто не успевают реализовать свой урожай. Или потенциал реализовать. Вот, пожалуйста. Вы видите, что они очень должны быть урожайные. Очень. Вот. Такие красотки. Вон, какими кистями должны быть. Правда, что здесь все будут по 500 штук. Вот. Вот, 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 друзья. Только и скажешь, вот. Вот такой сезон у нас в этом 2023 году. В эту теплицу ставим, да и в ту ставим на ночь, ну, камины. И поэтому у нас они еще, ну, с неделю точно порастут. Может, за эту неделю и еще частично поспеют. До свидания, друзья. Оставайтесь со мной на канале. А кто не подписался, подписываем. Подписываемся. Если не трудно, ставим лайки. Я вас всех обожаю. Субтитры сделал DimaTorzok.